Статья 2, стих 73. Руки твои сотворили меня и устроили меня, вразуми меня и научусь заповедям твоим. Пророк Давид в своей жизни все испытал, и власть, и царское достоинство, и богатство, и славу, и почести, и удовольствие, и воинскую доблесть. Но все это презирает инил только то, что действительно достойно любви и привязанности. Почему? И говорил. Закон устроит для меня лучше тысяч золота и серебра. Будем же и мы, братья, это ведь и написано в наставлении нам, соблюдать закон и заповеди Божии, почитая все остальное, ничтожным. Желая же показать, какой чести удостоен человек от бога, псалмопевец говорит далее. Руки твои сотворили меня и создали меня. Бог все создал и привел все из небытия в бытие своим словом. Так сотворив небо и землю, он сказал, да будет свет, и стал свет. А потом, да будет твердь, и утвердилась твердь посреди воды. Да произвестит земля траву, да будет светило на тверде небесной, да произведут воды гады душ живых, да изведет земля душу живую скотов, гадов, зверей, породу их. Человека же создал Бог, как персть взяв от земли. И вот по внушению Божественного Духа, пророк напоминает Творцу об этом проявление особенной его любви к человеческой природе. Тогда как все остальное устроено его словом, о теле человека говорится, что он создал его сам. Не то это значит, что он действительно будто руками, так как он бестелесен и безвиден. Бог есть Дух, по слову Господа. Но что он обнаружил особенное расположение к этому творению, а также то особое отношение, в каком мы, люди, находимся к нему, как созданные по его образцу. В силу чего человек является единственным из животных, одаренным разумом. Поэтому пророк и просит Создателя даровать своему созданию разумение. С этой целью и прибавлены слова. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово Твое. Я сделаю изговорить для благочестивых поводом к радости, возложив на Тебя всю надежду и получив достойное ее осуществление. Как Бог, по слову Господа, радуется об одном грешнике кающемся, так праведники, употобляясь ему, радуются о человеке разумном и уповающем на слова Божии. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Хорошо сказал это, показывая свою благодарность. Я, говорит, глубоко понимаю, как правильно и справедливо-то осудил меня и подверг меня различным несчастьям. Когда мы грешим, Бог иногда гневается, а иногда долго терпит, ожидая нашего покаяния. И при том свой гнев и праведный суд он обнаруживает с целью вразумить нас и справить, чтобы мы не оставались в грехе. И он говорит, поражает, и его же руки врачуют его в 5.18. И еще, но народ не обращается к Господу. Исайя 9.13. В скорби и несчастье Господь называет сообразность истинной, и имя смиряет человека. Да будет же милость Твоя утешение моим по слову Твоему, к рабу Твоему. Уже настало время человеколюбия и утешения. Милость Божия – это пришествие во плоти Христа Бога нашего. Он оказал нам милость. Сам явился ходатаем за нас перед Отцом и умилостивлением за грехи наши, как говорит апостол Иоанн. И иного утешителя он обещал Духа Святого. Как сам сказал ученикам, когда придет утешитель Дух Святый, тот засвидетельствует о мне. Итак, пророк молится, чтобы была явлена милость к человеческому роду, как обещал Бог через патриархов, через закон и пророков. Именно это выражает дальнейшие слова пророка. «По слову Твоему, к рабу Твоему, ведь тем, который обращается к Тебе с покаянием, Ты обещал Своё благоволение». Это Господь говорил и через пророка Исаию. «Оставаясь на месте и в покое, Вы спаслись бы». Исайя 30, 15. «И через пророка Иеремею взывает, обратитесь ко мне, и обращусь к вам». 4, 1. «Да придут ко мне щедроты Твои, да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое». Будучи совершенно лишен Божие благоволение, он представляет себя трупом и потому молится о том, чтобы человеколюбие Божие оживило его. Щедроту разумеет те самые, которые даровал нам Спаситель в Твоем пришествии, то есть евангельское слово, апостольское учение, чтобы, живя ими, постоянно поучались в них. «Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня, и я размышляю о повелениях Твоих». Он не желает зла врагам, но молится о них. Стыд содействует спасению, и вот, испытав на себе это врачевство, он желает, чтобы они получили его. «А затем превозносился дьявол, и послушаны ему противные силы над родом человеческим по причине грехопадения. Но в пришествии Христа Бога нашего они были постремлены, о чем сами говорили. Повели нам идти в свиней. И что тебе до нас, Сын Божий, пришел прежде времени мучить нас? «Поучусь в заповедях Твоих» – один из перевозчиков перевел и размышлял о заповедях Твоих. «Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои». Грех отдалил его от общества праведных, и все они, подобно Богу, отвратились от него. И вот теперь он просит о том, чтобы соединиться с ними и возвратить себе общение их. А если пророк говорит об этом, да обратятся ко мне боящиеся Тебя, от лица человеческого рода, то это значит, апостолы и боящиеся Бога обратили все народы к познанию истины. Как и Господь сказал им, идите, научите все народы. А сами они, конечно, вполне знали откровения Божии. «Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился» – 805. «Он желает, чтобы сердце его было чисто от всякого порока, потому что тогда оно будет свободно от стыда». За это именно в самом начале псалма он ублажил непорочных. «И так, когда непорочно наше сердце, как не тогда, когда мы возрождены водою и духом, и чистой душою, и телом, и по благодати святого крещения живем по оправданиям Божьим, чтобы не постыдиться в тот час, когда праведники восстанут в честь свою и славу, а грешники в стыд вечный». Да даже и в этой жизни постыдно христианину называться блудником или обидчиком, или клеветником, или клятвопреступником, или братоненавистником, или пьяницей, или сплетником, или лжецом, или чем-либо подобным. «Истоевает душа моя о спасении Твоем, уповай на слово Твое». Когда человек сильно желает чего-нибудь, но в желаемом терпит лишение, то он как бы исчезает, изнемогает. Так ожидающее возвращение кого-нибудь отсутствующего из ближних, с напряжением ожидая и обманываясь в своем ожидании, как бы тают от тоски. То же бывает и с тем, кто терпит сильную жажду и не имеет воды для ее утоления. Так и угнетаемые какими-либо несчастьями, ожидающие божественной помощи, приходят в изнеможение, когда видят ее замедление. Спасением для человеческого рода является снисхождение к нам единого от Святой Троицы. Так как в другом псалме пророк говорит «Единам Господи милости Твоей и спасение Твое дай нам». То значит и сам он молился о том, чтобы это ожидаемое спасение совершилось скорее. «Истоевают очи мои о слове Твоем, я говорю, когда ты утешишь меня». Словом называется и божественное обещание, и Боговдохновенное писание. Значит, изнемогает не только тот, кто ждет исполнения божественного обещания и избавления от постивших бедствий, но и тот, кто живет божественными словами и желает вполне усвоить себе их. И это усвоение считает для себя утешением и радостью. Но к этому он только стремится. Ожидаемо же ему тешение дано в евангельском слове, когда сам Спаситель утешил нас, явившись на земле и сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, ибо иго моё благо и бремя моё лёгко». «Я стал, как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл». Мех от тепла разбукает и раздувшись увеличивается в объеме. На холоде же он сжимается и твердеет. Подобно этому принявший евангельские учения оставляет всякую роскошь, телесную пышность и проводит эту жизнь в простоте, скромности и воздержании. Таково уже свойство телесной природы. В роскошь оно изнеживается, распускается, восстает против души, а скудости и подвигов сокращается и смиряется. Об этом свидетельствует и Павел, говоря, «Умерщляю тело моё и порабощаю, дабы, проповедуя другим, самому не остаться неспасённым». 1 Коринфянам 9.27 Это испытал на себе и пророк. Преследуемый Саулом, он господствовал над страстями, а среди мира пал жертвой искушений сластолюбия и, только смирив тело, восстановил в себе память божественных законов. «Сколько дней раба твоего, когда произведёшь суд над гонителями моими?» Немногочисленные дни нашей жизни, а ещё нас преследуют дурные мысли, плотские страсти и житейские заботы, «Ибо плоть противится духу, как говорит божественный апостол, дней лет наших семьдесят. Итак, когда ты рассудишь меня и избавишь от моих противников, суди же и освободи нас от их угнетения. Яму вырыли мне гордые вопреки закону твоему». Пророку посоветовали уничтожить врагов, но он, повинуясь божественному закону, ожидал суда Божия. Эти слова и для нас поучительны и весьма полезны. Нам следует избегать не только басней язычников и неверия иудеев, но и хульных учений еретиков. Конечно, иудеи, язычники, еретики рассуждают и выдают себя за учителей, имея своим орудием ложь, но своего учения ничем не подтверждают из божественных писаний, а если что и приводят согласно со своими страстями, то в таком случае искажают и обманывают. Подобное явление наблюдается и в наше время. Обвинители христиан, так называемые коноборцы, многих соблазнили, равно как и павликиане, разделяющие ересь манифеев. Они не искали основания в божественных писаниях, но прикрываются ложью и в ней утверждается, а мы говорим, последуя Евангелию и держась православного вероучения, как правило, святая приняла святая Божия Кафолическая Церковь. Все заповеди твои истина, несправедливо преследуют меня, помоги мне, потому и я предпочитаю закон твой, что вижу, что все заповеди твои украшены истинною, едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений твоих. Велико говорит нечестье и сила моих врагов. Ни многого не доставало, чтобы я лишился и самой жизни. Пророк научает здесь нас держаться преданий, которые мы получили. Преподает и другое наставление, чтобы мы не решались мстить за себя и не воздавали злом за зло, но просили помощи Божией и его суду предавали все. Так и написано пророкам. Мне от мщения я воздам, говорит Господь, Евреям 10.30. Я воздам, Ибо они оставили заповеди твои, хотя я был очень близок к смерти, которые мне угрожали нападения лукавого и плотские удовольствия, но я не оставил твоих заповедей. Вот похвальба, свойственная святым, ее пророк передает в назидание нам. По милости твоей оживляй меня и буду хранить откровения уст твоих. Стих 88. О какой милости просит пророк? О той, какую оказал нам ты, владыка, домостроительством своего воплощения. Итак, сподоби меня этой благодати, чтобы я мог сохранять твои откровения. Пророк украсил эти свои слова смирением. Не в воздаяние за свою праведность просит он жизни, но умоляет о том, чтобы она была дарована ему, как дар милости, обещаясь за то соблюдать откровения. Навеки, Господи, слово твое утверждено на небесах. Для тебя, говорит владыка, все легко и возможно. По велениям твоим пребывает неподвижный свод небес. Тоже говорил и псалмопевец в 148-м псалме. Поставил их навек и век века. Дал им устав, которого не придут. Итак, самое небо пребывает так, как оно создано тобой, владыка. А обитающее на нем ангелы соблюдает божественный закон и чужды всякого преступления, потому что исполняет твое слово по своей силе и крепости. Истина твоя врод и род. Ты поставил землю, и она стоит. Восемьсот семь. Некогда был дан закон изорвутянам. Они являются первым родом, первым поколением. А потом нам, язычникам, был дан закон евангельский. Он-то и есть истина. Ее сохранил ты для рода иудейского и для другого, явившегося вслед за тем. Это говорит он о народе из язычников, получившем спасение через спасителя нашего Христа. По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе. Ты дал земле неподвижность на долгое время, и она пребывает, как ты повелел. Ты установил смену дня и ночи, и она совершается по твоим законам. Земля исполняет твое творческое слово и производит во время свое травы, растения, деревья, приносит плоды и семена в пищу всем животным. И учением твоим пребывает день. Солнце восходя направляется к западу, ибо всяческая работа тебе. И все послушно твоему мановению. Ты творец всего, и все покорно тебе. Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Всякий из благочестивых, подвергшись несчастью, мог бы сказать это. И Иосиф, избежавший рабства, прелюбодеяния и клеветы. И Даниил, когда ему запрещено было молиться. И три отрока, когда их принуждали поклониться изображению. И победоносные мученики, потерпевшие всевозможные виды мучений. Справедливо говорит это и блаженный Давид, изгнанный Саулом, и принужденный жить среди иноплеменных и враждебных людей. Он вошел бы в общение с нечестием, если бы не продолжал везде поучаться божественным законом. Потому и прибавляет, «Вовек не забуду оправданий твоих, ибо в них ты оживлял меня». Вот блаженный человек, который с полной истинностью обращает к Богу такие слова, и оправданиями его живет в этом мире. Конечно, грешник, приступая к заповеди Божьей, не может сказать, «Вовек не забуду оправданий твоих, ибо ими ты оживляешь меня». А пророк по опыту говорит, «Что оправдания твои дают жизнь, и память о них не изгладится у меня». «Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений твоих». Различно можно понимать эти слова «твой я». Например, «я твой раб, твой слуга, твой сын по благодати». Итак, кто уверен, что сохранил заповеди Божьи, тот сам говорит, «Твой я, спаси меня». «За что?» «Ибо заповедей твоих взыскал». «А те, которые творят дела врага твоего, конечно, не ищут твоих заповедей, и не могут сказать, «Твой я, спаси меня». Значит, не все мы можем употребить это восклицание. Лжет раб греха, называя себя Божиим, ибо кто кем побежден, тот самуй раб». 2 Петра 2.19. Итак, если, освободившись от греха, предпочтем божественные законы, тогда можем воспользоваться этим воззванием. «Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения твои. Значит, они надеялись предать меня смерти, но я, внимая твоим оправданиям, в них снискал себе жизнь. Часто слуги греха восстают на праведных, не ожидая ни суда и воздаяния, ни наказания, заслуженного их злобой, уповая на временное, собирая богатство неправдой и расточая чужие сокровища, а праведное, между тем, исследует откровения Божие и, что бы ни случилось с ними, не отступает от его заповедей. Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Все, говорит, человеческое, и богатство, и достоинство, и могущество, власть князей и военачальников, правителей и царей, все это имеет конец и конец скорой, а заповедь твоя широка и неистощима, и соблюдающим ее доставляет бесконечное и вечное богатство и благо, недоступное никаким переменам. Конечно, сами грешники, наслаждаясь богатством и удовольствием настоящей жизни, и пользуясь здесь благоденствием и могуществом, понимают, что настоящее благо имеет конец, но пророк не ограничивается этим, он восклицает, всему конец видел, предел, а заповедь Божия весьма широка и пребывает вовек, и имеет воздаянием вечное благо. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Не всякий исполняющий закон Божий исполняет его с любовью, но одни по нужде и страху наказания, другие рассчитывая на славу перед людьми. И искренне же преданные добродетели стремятся исполнять заповеди только по любви к добру. Будем же внимательны, братья, к тому, что говорится. Пророк дает нам пример весь день поучать заповедям Божиим и божественному закону. Так неужели мы два или три часа не посвятим на слушание божественного чтения, которое может повлиять на исправление нашей жизни? Есть, конечно, люди, которые подобно бесчувственному аспиду затыкают уши свои и удаляются, не желая слышать божественных слов и душеполезных наставлений. Но еще ужаснее, что и некоторые клирики, наши братья и сослужители, делают это. И если бы мы не имели от апостола заповеди, говорящей «обличай, запрещай, увещевай» 2 Тимофея 4,2, то наложили бы молчание на свои уста и постарались бы снести и стерпеть это. Впрочем, люди, мудрые и разумные, могут сами позаботиться о своем исправлении, как написано. От высокомерия многие получили раздор. Притча 13,10. Стих 98. «Заповедью твоей ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною». 809. Исповедав горячую любовь к божественному закону, пророк все приписывает благодати Божией. От тебя, говорит, получив мудрость и разум, я возлюбил твой закон. По твоему дарованию я знаю больше врагов. За это они стараются уничтожить меня, но я даже не пытаюсь оградить себя от их насилия, воображая себе вечную пользу добродетели. Ильик Апостолов возглашает это, потому что он имел врагов в лице книжников и фарисеев. Умудренные Христом, Богом, они проповедовали евангельское слово, и их учение приобрело вечное значение, а учение книжников и фарисеев было временным. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ боли старцев, ибо повеления твои храню». Царям свойственно учить, а подчиненным учиться. Саул царствовал, да и по возрасту он был старейшим, но однако ни обладание царством, ни возраст не умудрили его, и он искал убить благодетеля. А великий Давид уже в положении подданного и в юном возрасте возлюбил любомудрие, и не хотел ни быть зачинщиком неправого дела, ни отвечать насилием на насилие. Этой самой мысли держится и пророк здесь. Впоследствии учители закона и книжники, желавшие пользоваться от людей названием Равви, учили тому, что было незаконно. Апостолы же проповедовали, разумея истинное знание по свидетельству закона и пророков. Вот к таким-то учителям иудейским относятся названия старцев, так как по времени они прежде апостолов, но апостолы превзошли их в уразумении как закона, так и пророков, постигая их духовный смысл. Потому и заповеди Божии были понятны апостолами в их настоящем смысле. От всякого злого пути удерживай ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. Невозможно, конечно, в одно и в то же время идти по двум путям, распущенности и целомудрия, правды и неправды, но должно избегать противного пути и держаться правого. При этом условии возможно быть хранителем Слова Божия. Сам пророк, соблюдая все западе, говорит, от всякого злого пути соблюдаю ноги мои. Этого не может сказать ни обидчик, ни злоречивый, ни корыстолюбец, ни завистник, ни брата ненавистик, ни тот, кто воздает злом за зло. От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. Эти слова внушает нам не уклоняться никогда от судов и заповедей Божиих. Знаешь, что ты законодатель их, я был привязан к ним всею душою, потому он и прибавил, как сладки гортани мои слова твои, лучше меда устам моим. Мед сладок только до горла, а потом он идет в чрево и извергается, а слова же Божии услаждают сердце и душу. И в другом псалме пророк говорит, лучше золота и драгоценных камней слаще меда и капель сота. Не так услаждает мой вкус сладость меда, как радует мою душу поучение от твоих слов. О гортани упомянул здесь как об органе голоса. Голос служит для поучения, и при их гортани и голосе, помощи, душа издвигает отсюда пользу себе. Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Уразумев угодное тебе, я почувствовал отвращение ко всем видам зла, весь ход мысли этого псалма уясняет нам соблюдение и сохранение заповедей, причем самый способ выражения не в духе закона и служения тени, но в духе евангельском, почему и самый псалом является как бы хранилищем нашей христианской благодати и служит правилом и руководством для нашей жизни. Он постоянно указывает на закон, заповедь, оправдание, суды и откровения, о которых в изъяснении начала этого псалма сказано, какое значение имеют они. Но теперь продолжим, прерванное. От заповедей твоих уразумел, как бы так говорит, мы вникли в твои заповеди и поняли их, и поэтому возненавидели всякий путь неправды. Ведь эти заповеди и требуют не убей, не прелюбодействуй, не блуди, не укради, не обижай, не обманывай, не злословь, не пожелай чужого, ни поля ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни всякого скота его. Не отдавай в рост брату твоему, в лихву серебра и в лихву золота и в лихву хлеба. Второзаконие 23.19. Вот заповеди Божии, ежедневно выслушиваемые нами при чтении Святого Евангелия и апостольских учений. Они наставляют нас ненавидеть всякий путь неправды. Все грехи и все виды зла называются неправдой. За них приходит гнев Божий на сынов человеческих, или лучше сказать, на сынов непослушания. От них охраняйте себя, братья, утверждайте же воли Божией, и тогда Бог дарует вам богатые милости и щедроты свои, потому что Он есть наш Спаситель. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Я хожу во тьме, но как бы какой светильник мне светит Твой закон? Нужно заметить, что закон называется светильником, а Господь и Спаситель наш – солнцем правды. Малахи 4.2. И в самом деле, первый как светильник едва озарил один народ, а второй – просветил всю вселенную. Так и Божественного Иоанна Владыка Христос назвал светильником. Иоанна 5.35. Так как Он явился иудеем еще во мраке ночи, когда же воссиял свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, то и святых апостолов сделал Он светом, так как они были участниками того света, который просветил всех людей. И так как по слову Господне весь мир лежит во зле, и объят сметением и грехами, а грехи – тьма, сам же Давид сказал, как написано в книге «Царств», «Ночь была вокруг меня, несчастного, и я был в неведении», то мы нуждаемся в светильнике. Дается нам в помощь закон, и он служит светом для наших путей, потому что написано «Суды твои совершаются на земле» – Исайя 26.9. Но имеет эти слова и другой смысл. «Светильник есть ветхий завет, данный некогда народу, еврейскому. Только один народ пользовался его светом. Когда же взошло солнце правды, Христос, Бог наш, свет истины, просвещающий всякого человека, приходящего в мир, то Он сам просветил концы земли и своим учением сказал «Вы есть свет мира» – Матфея 5.14. «А этим светом мы все просветились. Я клялся хранить праведные суды твои и исполню» – 8.11. Так как весьма многие дела утверждаются клятвою, то твердость и неизменность, с которыми пророк относился к заповедям Божиим, он назвал клятвою. Это обычное в священном писании. Например, клялся Господь Бога в раму, клялся Господь Давиду истинною и не раскается. В силу твердости божественного обетования. Хотя повсюду в священном писании клятва запрещается, и прежде всего в Ветхом Завете. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно! Не клянись именем моим в неправде!» Левитам 19.12. «Заклинание не обучай уст твоих, не приучай к клятвам уста твои!» Но очевидно это относится к делам мирским, о которых и Песиас говорил. «Собрал золото, серебро, имение, сделал рощи, сады, водоемы для орошения, и вот все суета, сует и томление духа!» Кто призывает имя Божие по поводу подобных вещей, тот употребляет клятву в суе и в неправду. И далее Господь говорит «Я же говорю вам, не клянитесь вовсе!» А его ученик Иоанн говорит «Братья, у вас же да будет!» «Нет, нет, да, да!» Итак, подобно тому, как есть заповедь, не убивай, не обижай, так есть и такая «Не клянись!» «Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему!» Не просто сказал он «Я был угнетен, но я угнетен сильно!» И это говорил он, будучи царем и пророком, украшая забродетель, утопая в богатстве, торжествуя над врагами. Конечно, он никогда не решался вменять заслугу себе ни мудрости, ни мужества, ни праведности. Все это он считал даром божественной благодати. И когда он просит жизни у того, кто может дать ее, то не просит жизни вот что бы то ни стало, но жизни разумной, согласной с законом и просвещаемой божественным законом. И так как мы, пока живем, постоянно впадаем в грехи перед Господом, никто ведь не свободен совершенно от скверны, хотя бы и один только день жил на земле, то будем особенно любить плач, слезы, воздержание, изнурение тела. В этом именно заключается смирение до зела, сильно. А когда пророк говорит, оживи меня по слову твоему, то просит, конечно, не о той жизни, для которой необходимы пища и питье, но о жизни разумной, деятельной, добродетельной и состоящей в соблюдении заповедей Божиих. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам твоим научи меня. Из подвигов добродетели большую часть предписывают божественные законы, но некоторые предоставляются свободному расположению. Так и с жертв. Одни по закону, другие же от доброй воли. Первые – это, например, жертвы о грехе, о скверне, о неведении, которые повелевал приносить законы, которые воздавались Богу как долг. Вторые же были плодом добровольной щедрости, почему и назывались дарами. Так и теперь целомудрия, например, и справедливость евангельским учениям предписывается. Девство же и воздержание после брака. Нестяжательность. Уединенная жизнь в пустыне, счастье – это дела доброй воли, выходящие за пределы закона. Такие-то дела пророк назвал вольными. Конечно, что обязательно по закону, но является плодом боголюбивого расположения, то справедливо называется добровольным. А часто подвергаясь несчастьям и скорбям, мы обещаемся Богу как бы да так. «Воздам обеты мои тебе, которые произнесли уста мои, и которые выразил язык мой скорби моей». Это, во всяком случае, мы должны исполнять. Но изъясняемые выражения имеют и другой смысл. Добровольное – это то, что мы делаем сверх заповедей Божьих. Например, заповедь Божия сочетается с одной женой, потому что добрая женитьба и ложа нескверна, а блудников и прелюбодеев Бог судит. Если же кто хочет пробыть в девстве, то это его добровольный подвиг. Точно так же нам позволяется иметь пищу, одежду и кров. Если же мы предпочтем упражняться в нестяжательности, это будет уже нашим добровольным делом. Если мы хотим проводить пустынническую и монашескую жизнь, это наше добровольное дело. И вот пророк молится, чтобы желающим делать подобное удалось совершить его успешно. «Душа моя непрестанна в руке моей, но закона твоего не забываю». Охраняемый твоим промыслом, я не мог предать забвению твоих законов. Всякий, предавший себя Богу, полагает свою душу в его руки, как и в другом псалме сказано «Ты избавишь меня, Господи». И кто посвящает себя удовольствием и плотским страстям, тот никогда не предает души своей в руки Божии. Ведь если во время божественной литургии мы предаемся житейским заботам, и наше внимание в этот час развлекается ими, оставляя восхваление Бога, то значит мы не положили душ своих в руки Его. Если утренние молитвы мы оставляем, предаваясь вместо того сну и почивая на ложах, а время вечернего словословия проводим в пьянстве и попойках, как бы пригвожденные к своему месту, то опять, значит, наши души не в руках Божьих. Если во время божественной службы, и особенно в святые дни Господни, мы оставляем церковь и рыскаем по городу, устраивая свои дела и собрания, и разгуливая по площадям и улицам, значит не в руках Божьих наших души. Если присутствие при божественной литургии мы оставляем молитву и хвалу и беседуем друг с другом о мирских делах и заботах, значит мы не предали душ наших в руки Божьи. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от заповедей твоих. И люди и демоны строят мне многие разнообразные козни, но я решил без всякого уклонения идти путем твоих заповедей. Действительно, и демоны, и мысли часто соблазняют живущих по Божьи, равно как и дурные люди, но они хвалятся тем, что побеждает искушение. Давид показал примеры этого, когда Саул ставил ему сети и искал убить его, но не мог, однако отклонить его от заповедей Божьих. И когда Саул и раз, и другой оказался в руках его, Давид не воздал ему злом за зло. И в древности Иосифу ставила сеть египтянка, но он не соблазнился, сохранив свое целомудрие. Что же Иисус Анна испытала от старцев? Откровения твои я принял как наследие навеки, ибо они веселее сердца моего. 814. Торжествуют святые и благочестивые люди и радуются соблюдению заповедей Божьих. А имея Бога отцом своим, они являются наследниками его откровений и с радостью содержат их как отеческое наследие. Потому что всегда наследство родителей приятно. Так и пророк говорит в своей молитве, веруя, что твои откровения, наследие вечное и неприходящее, я, вспоминая о них, радуюсь и веселюсь. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца. Способность воли у человека подобна весам. И эти весы держат ум, как управляющее начало. Когда кто склоняется к благочестивым мыслям, то необходимые коромыслы весов склоняются в сторону добра. Это я и сделал, говорит пророк, и при том не иногда преклонял, а иногда нет, но вовек, то есть во все дни жизни моей, я радуюсь им, находя в них воздаяние себе. Охо не видела и ухо не слышал, на сердце человеку не приходило. Вот каково наше воздаяние. Благо и создано для благих. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Подавляя свои греховные склонности, я выше всего поставил твой закон. Вот чем хвалятся святые. Так и в другом псалме он говорит, «Мне ли не возненавидеть Господи, ненавидящих Тебя? Полной ненавистью ненавижу их. Враги они мне. Как любящий свет ненавидит тьму, так любящий закон Божий ненавидит беззаконные мысли и дела, так что отвращение к ним неотделимо от любви к обетованиям закона». В таком настроении пророк и восклицает, «Ты, покров мой и щит мой, на слово твое уповаю. Не без твоей помощи я достиг этого, но опираясь на твою руку и питаясь надеждой на тебя. Я не возлагал упования ни на богатство, ни на честь и славу мирскую, ни на человеческую помощь, но на твои слова. Подобно этому сказал один из мудрых. Человеческой помощи не дай мне. «Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего». Он отгоняет от себя всякое нападение демонов и дурных мыслей, чтобы заповеди Божии соблюдать в себе словом и делом. Это мы именно и, значит, испытаю. И своим лукавым помыслом, и тем, кто пытался давать мне злые советы, я, говорит, отвечал, чтобы ничего подобного мне не внушали, потому что жизнь по заповедям Божьим для меня дороже всего. Я не просто следую им, но исполняю их со всей тщательностью, чтобы ничего из них не утаить, но исполни все, что повелел Господь всяческих. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить, не посрами меня в надежде моей. Ввиду того, что я все возлагаю на Тебя, не оставь меня своим заступлением, чтобы мне не потерпеть посрамления, если я обманусь в своих надеждах на Тебя. Словом он здесь называет обещание, говоря, как бы так, даруй мне обещанное Тобой спасение. Итак, вполне сохранив заповеди Божии, пророк ожидает чести и славы при втором пришествии Христа Бога нашего и надеется тогда получить вечную жизнь, а не быть посрамленным вместе с грешниками и непослушными, и всеми удаляющимся от заповедей Божиих. Поддержи меня и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. И, достигнув спасения, я не забуду Твоих оправданий, но всегда буду помнить о них. Память же, разумеет, не на словах только, но и на деле. Такое памятование оправданий Божиих, будучи постоянным, приобретает нам помощь Божию и приводит нас к спасению. Всех отступающих от уставов Твоих Ты не излагаешь, ибо ухищрение их ложь. Я удержу это усердие к Твоим заповедям, зная, что те, которые приступали их, подверглись позору и посрамлению. В другом псалме он также говорит о грешниках. Вот они возвысились и прошли, как вода протекающая, и опять говорит, «Как изгарь отметаешь Ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения Твои». Этими словами пророк показал, что уничижая и сам, подобно Богу законопреступников, он все усердие свое посвятил на выполнение слов Божиих, именно потому что знал, какое наказание бывает за беззаконие. Апостол Ян говорил, «Делающий грех есть раб греха, ибо беззаконие есть грех. Следовательно, для благочестивых людей грешники представляются нарушителями закона. «Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь». Душа моя, говорит, исполнена Твоего страха. Но так как тело противоборствует ей, то я прошу, чтобы и члены Его были проникнуты тем же страхом, чтобы, будучи теперь мертвыми от греха, они могли следовать руководству души». Подобно этому мысль выражается в словах апостола. «Умертвите земные члены Ваши блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихаимство, которое есть идолослужение». А в другом месте «Сораспялся Христу и живу уже не я, но живет во мне Христос». Галатам 2,19 «Как пригвожденный к камню не может двигаться, так и пригвожденный к страху Божий не может отбросить от себя этого страха». Еще тот же апостол сказал, «Умершляй и порабощай тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным». «Я совершил суд и правду, не предавай меня гонителям моим». 816 «Я, говорит, исключительно последовал твоим законам. Смотри же, чтобы я не оказался легкой добычей для врагов. Кто имеет теперь такую чистую душу, душу, чтобы осмелиться применить эти слова к себе?» Подобно этому сказал божественный апостол. «Похвала наша есть свидетельство совести вашей» 2 Коринч. 1,12 «Велик тот, кто может сказать так Богу». Сказав это, он усвоил себе совершение всех добродетелей и заповедей, и затем просит о том, чтобы не быть преданным в обиду лукавым демонам, необузданным чувствам и беспорядочным комыслам. «Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые». Сам будь поручителем моего обещания, что я буду стараться исполнить твои законы. Прими, говорит меня, Господи, и поверь рабу твоему, и будь моим поручителем в добре, потому что я соблюдаю заповеди твои, и да не пострадаю я от клеветы гордых». Все те, которые не соблюдают заповедей Божьих, называются гордыми, согласно с изречением «Гордые законопреступники во зле». Да, не оклеветают меня гордые. Клевета тяжела, хотя бы она и хорошо вознаграждалась. Ей подвергся дивный Иосиф и множество других. И Господь повелевает нам молиться о том, чтобы не подвергнуться искушению. Следовательно, со стороны пророка было вполне уместно выражать подобную просьбу. И при том, в особенности тяжела клевета людей гордых и сильных, потому что неправда, опираясь на силу, приносит большой вред. «Истоевает очи мои, ожидая спасения твоего и слова правды твоей». Опять здесь словом называет обещание. «Постоянно, — говорит, — я думаю о твоем спасении и жду исполнения твоего обещания». Сказал «Истоевает очи мои, показывая напряженность ожидания». Это и выше он показал. «Исчезает во спасение твое душа моя». Какое же спасение? «То, о котором Симеон, держа в объятиях Господа, говорил, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех людей». И так пророк молится, чтобы спасение его вместе со всем родом человеческим совершилось скорее. «А слова исчезает душа моя» не иное, что означает, как напряженное желание. «Сотвори с рабом твоим по милости твоей и уставом твоим научи меня». Стоявший наверху добродетели просит о милости и умоляет о спасении. Он не требует награды, но обращается к человеколюбию. И хотя он преуспевал в добродетелях, однако просит себе милости Божией. «Так и мы, братья, если и сделаем какое добро будем просить Бога содействовать нам и спасти нас своею милостью. Я раб твой, вразуми меня и познаю откровения твои». По природе все люди – рабы Божии. По расположению же только те, которые искренне принимают владычество Божие. Пророк называет себя рабом во втором смысле и просит о том, чтобы удостоиться разума для познания откровений Божиих. «Время Господу действовать! Закон твой разорили!» Господь всем управляющим мерой и весом очень долго сносит грехи людей. Когда же увидит, что порок от долготерпения умножается, тогда посылает наказание. Об этом именно и говорит здесь пророк. «Время восстать тебе, о, владыка, на защиту обижаемых, враги слишком уже попрали закон твой!» И апостол Павел говорит о времени пришествия Господа нашего все. «Ныне время благоприятное, ныне день спасения!» Тогда и для иудеев было время уверовать, но они сделали противное, не поверили и отвергли Евангелие. Вот что и значит. «А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого!» «Итак, те презрели закон твой, а я твои заповеди предпочитаю золоту и драгоценным каменьем!» Тапас принадлежит к числу драгоценных камней. Упоминая о нем, пророк имел в виду конечно все вообще камни, а он вероятно в то время ценился дороже прочих. И в другом месте говорит пророк, «Благо мне приближаться к закону твоему, ибо он для меня лучше тысяч золота и серебра!» Эти слова означают, что он любит заповеди больше всякого богатства и вместе и в отдельности взятого. Вот совершенство христианина! Ведь и Господь говорит, «Если заповеди мои соблюдете, то пребудете в любви моей!» Иоанна 15, 10. «Все повеления твои все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу!» Стих 128. «Любовь производит усердие, усердие же побуждает держаться правильного пути, а путь неправды делает ненавистным!» Значит, кто исполняет все заповеди, тот во всяком случае ненавидит неправый путь. Ибо кто соблюдет весь закон, а согрешит в одном, виновен во всем. Потому что тот, кто сказал «не убей», сказал и «не блуди!» И тот же, кто сказал «не обижай», сказал и «не злословь», и кто сказал «не лги», тот же сказал «не клянись». «Дивны откровения твои, потому хранит их душа моя». Он показал, что не без основания любят откровения Божии. Они достойны удивлений и способны увлечь и возбудить к любви тех, кто в состоянии воспринять их. И как же неудивительны они! Они наставляют человека в жизни совершенно обычаях добродетельных, целомудрии, воздержании, в кротости, терпении, в справедливости и доброте. Поэтому пророк и хвалится, что испытал их не на словах только с легким сердцем, но как Бога мы должны любить всей душою, так должны любить и исполнять и заповеди Его. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Твоим говорит озаряемый светом, я получил это познание. Впрочем, и всем одержимым неведением и подобным младенцам твой закон дарует разум. И явление евангельских слов просвещает не только совершенных, но и слабых. Указывает эти слова и на другое. Господь сказал, «Славлю отче, Господи неба и земли, что утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Матфея 11, 25, разумляя апостолу, потому что в злобе они были младенцами. «Открывай уста мои и вздыхаю, ибо заповедей твоих жажду». Устами здесь называют усердие души, оно-то и привлекает благодать духа. И в другом месте говорит, «Расширь уста твои и наполни их». И божественный апостол молил, чтобы при открытии уст ему дано было слово. Ефесянам 6, 19, «А этот же пророк и в другом стол мне говорит, Господь даст слово, провозвестниц великое множество». Тоже сказал он и здесь, «Открывай уста мои и вздыхаю, ибо заповедей твоих жажду. Когда ты увидел, что я крепко держусь твоих заповедей, ты удостоил меня твоей благодати». Итак, те, которые любят заповеди Божии, открывая уста свои, исполняют их духом. Так и Давид, желавший заповедей Божьих удостоен пророческой благодати и, открыв уста, говорил от полноты духа. А пренебрегающим заповедь Божия сказано, «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, который в челюсти нужно обуздывать уздою и много ран грешному». Итак, при внимании ко всему сказанному, да спасетесь вы помощью Божьей и заступлением, и да спасет вас Господь Бог и в настоящем веке и в будущем. Аминь, да будет, ему подобает слава и честь ныне и вовеки.